В эфире программа «Вопрос по делу». Гость нашей студии сегодня – эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ростовской области Сергей Викторович Левченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи, телезрители. Сергей Викторович, эксперты Ростовского отделения Народного фронта на днях провели очередной этап проверки ростовских дорог. И вот каковы результаты этих проверок? Что было выявлено? Мы идем в два этапа. Первым этапом мы проверяли дороги в Ростове и в Ростовской области. Было проверено 340 объектов, более 1000 километров дорог. Для этого подключено достаточно большое количество экспертов. Неутешительные, конечно, результаты. Более половины дорог, которые нами проверено, промониторено, находятся не в очень хорошем состоянии. Мы выполняем поручения президента Российской Федерации о контроле качества, удвоении строительства автомобильных дорог и общественного контроля за данными работами. Какие улицы оказались наиболее проблемными? Таких улиц, учитывая, что я сказал, что более половина, их очень много. В Ростове-на-Дону можно отметить улицы на западном живом массиве, которые находятся еще на гарантии, но уже требуют ремонта. Их достаточно много, поэтому мне сложно сразу сориентироваться на какой-то одной, ну коммунистический. К примеру, проспект Коммунистический, он от площади Тружеников до улицы Зорге требует уже повторного ремонта. На сегодняшний день он имеет уже высокую ямочность, трещины в некоторых местах и проваленные люки. Достаточно большое количество ремонта необходимо выполнять по гарантии подрядчикам. Каковы ваши дальнейшие действия с этими объектами, с этими улицами, которые сейчас требуют? По мониторингу, в рамках мониторинга у нас первым этапом мы все-таки двигались. То, что делали фотографии, проезжали, визуально осматривали те участки дорог, которые находятся на гарантии. На втором этапе мы захватили дороги, которые делаются в Ростове-на-Дону, их 99 улиц. Мы проехали достаточно большое количество, 10 улиц, которые привлекли наше внимание, наших экспертов, так как даже визуально видно, что качество выполненных работ желает быть лучше. Мы привлекли лабораторию Ростовского государственного строительного университета, которая нам будет помогать и мониторить эти улицы в плане экспертизы. То есть будут проведены вырубки, взяты пробы асфальта, где будет определено, хорошо ли он уплотнен, хорошее ли у него водонасыщение. И непосредственно дальше мы будем уже принимать решение о том, какую информацию передавать собственнику дорог. Как вы оцениваете тот ремонт дорог, который ведется в Ростове сегодня? Учитывая, что все мы знаем, что активную фазу работ начали осенью, я прекрасно понимаю, как специалист данной отрасли, так как у меня 17 лет опыта в дорожном строительстве, непосредственно на производстве. У нас в команде наших экспертов всего три дорожника, но мы можем профессионально увидеть, без экспертизы даже, хорошее ли качество, либо нет. Значит, и на сегодняшний день строительными нормами и правилами запрещено выполнять работы в осенний период времени при температуре ниже, чем плюс 10 градусов. Но мы понимаем, что более месяца уже у нас температура была и нулевая, и минусовая. А активные работы по укладке асфальтобетона ведутся все-таки в ночной период времени, когда температура 0 градусов и ниже. Значит, соответственно, качество может быть нарушено. То есть, может быть, асфальт остыл, пока его укладывали, ему может не хватать уплотнения, ему может не хватать непосредственно водонасыщения. А что такое водонасыщение? Это когда большее количество влаги зайдет, чем требуется нормами в зимний период времени. Как очень многие интернет-пользователи, я вот читаю, активно просматриваю, пишут о том, что сойдет снег вместе с асфальтом. Это какое-то такое выражение. В Ростове такое уже было. И тут, понимаете, тут объективно нужно подходить к тем видам работ, которые сейчас выполняются. Существуют технологии, которые позволяют и до минус 10 градусов выполнять работы, но для этого нужно их применять, и тогда не будет никаких вопросов и проблем сработает. Сейчас заказчик, учитывая, что очень сложный период времени, и общественным организациям, да и жителям города Ростова-на-Дону, они очень активно нам пишут и звонят. Буквально перед тем, как к вам приехать, тоже я разговаривал с жительницей, которая говорит, что вот лужи по колено, как бы все течет, асфальт кладут. Сами понимаете, как бы мы реагируем на это дело. И выезжаем, смотрим, пытаемся быть неравнодушными к тому, что делается в нашем городе. Почему, на ваш взгляд, занялись ремонтом именно сейчас, в это время года, когда ни погода, ни вообще условия не позволяют. И машин много в городе, летом гораздо меньше, и проще было бы. Я как специалист все-таки в этой отрасли буду объективен. Очень многие наши общественники, они говорят, что вот лето проспали, а зимой начали вкладывать асфальт. Ну, 17-летним опытом я знаю, что это происходит не один год подряд уже. То есть вот эти деньги, которые выделяются в конце года, и слово нужно не выполнить хорошо и качественно, а освоить, это нужно исключить просто из лексикона заказчика и, наверное, финансистов, которые выделяют эти деньги в конце года. И это касается же не только дорог. То есть это… Во всех сферах. Во всех сферах абсолютно. Когда там мой коллега Михаил Попов рассказывал, когда в сентябре месяце выделяют деньги на крыши, открывают крышу, затекают в дома и все остальное. То же самое в дорогах. Выделяют деньги в конце года, начинаются проблемы с качеством, а подрядные организации вынуждены работать, потому что летом они ничего не делали, не было денег, так скажем. То есть выполнять эту работу некачественно, нести пятилетнюю гарантию. Понимаете, что такое пятилетняя гарантия? Что такое вообще гарантия на дороге? То есть за любую работу, которую взялась подрядная организация, заказчик требует в договоре прописанную гарантию. Она бывает 4 года, бывает 5 лет. Только на ямочный ремонт, текущий ремонт, она составляет 1 год. Все остальное 4-5 лет. То есть в течение 5 лет подрядная организация обязана выполнять данные работы. На мой взгляд, вот это отношение к подрядным организациям, когда мы видим, что дорога разрушилась на 2-3 год, уже высокая ямочность, не требует заказчик от них выполнения гарантийных своих обязательств, она связана именно с тем, что деньги выделены в конце года, все это знают, как бы входят в положение. Ну, жителям нашего города, мне, как автомобилисту, от этого не легче, так скажем. То есть мы хотим хороших дорог. И вот активную позицию, вообще Российский народный фронт, занял ее не только в Ростове-на-Дону, но по всем регионам. К нам буквально на днях приезжали наши коллеги, оценим качество дорог, так называется, у них машина, на которой написано, и их лозунг и так далее. То есть они приезжали со специальным оборудованием, когда я говорю, как мы оцениваем качество. То есть визуально это одна из задач. Лабораторно это вторая задача. Они пошли немножко другим путем, они взяли дорожную рейку, это рейка длиной 3 метра, которая меряет прогиб. То есть выехали на улицу, поставили ее на проезжую часть и померили, какая же глубина провалов. Ну, к примеру, вот они и делали на 7 февраля. Было провал там до 8 сантиметров. То есть то же самое выезжали на улицу Береговую, там очень глубокие. Но я уже не говорю про улицу Станиславского, наши все знают, автолюбители наши, насколько она тяжелая. Но мы прекрасно понимаем, что есть законодательство, которое говорит, если улица находится в нормативном состоянии, то ГИБДД должно выписать предписание на ремонт этой дороги, а дальше уже соответствующие органы смотреть о том, выполнили ли это или нет. Если это не выполнено, то для многих, наверное, это будет новость, да, но дорога должна быть закрыта для эксплуатации, так как она не является безопасной. Ну, вчера мы очень подробно это наблюдали, когда проезжает машина, грузовая даже, да, и какие-то внедорожники, которые проваливаются настолько в выбойну, что машина практически переворачивается. Если он на какой-то скорости проедет в эту выбойну, то есть я не говорю уже про рождение колес, там, картера, там, двигателя и так далее, да, то есть это реально является, ну, небезопасной. Поэтому это такой очень-очень важный момент. Сергей Викторович, спасибо большое за то, что пришли, ответили на все вопросы. Я напомню, у нас в гостях был эксперт ОНФ Сергей Левченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова